Револьвер системы «Наган», изобретенный в 1895 году, является сильным, точным и абсолютно надежным оружием ближнего боя. Свою безотказность «Наган» подтверждает на протяжении более чем 100 лет. Этот револьвер является системой двойного действия. Он может стрелять как со зведенного курка, так и самовзводом для скоростной стрельбы на дистанциях оперативного боя в упор. Для доступа к заряжанию необходимо открыть дверцу барабана. Патроны размещаются в продольных сверлениях барабана, который вращается вокруг своей оси. При заряжании боевые патроны поочередно вставляются в гнезда сверления барабана. Барабан при этом прокручивается вручную по часовой стрелке. Продолжение следует... Продолжение следует... Всего в барабане размещается 7 боевых патронов. Продолжение следует... Принцип действия этого револьвера уникален. При взведении курка барабан поворачивается и подставляет к стволу очередной патрон. Но это еще не все. По окончании взведения курка барабан надвигается на ствол и прижимается к нему. Выступающая из барабана дульца латунной патронной гильзы входит в уширение казенной части ствола. При выстреле мягкой дульце гильза раздувается и прикрывает зазор между стволом и барабаном. Поэтому револьвер-наган обладает сильным и точным боем. Барабан прижат к стволу, пока нажат спусковой крючок. Когда спуск отпускают, барабан отжимается назад от ствола. Посмотрите на этот процесс еще раз. Именно такой принцип работы механизма обеспечивает надежность и живучесть этого оружия. При работе самовзводом, процесс надвигания барабана на ствол происходит точно так же. Вы видите, как при взведении курка поднимается зуб-храповик, вращающий барабан. А в верхней части рамки корпуса выдвигается специальная деталь – казенник, надвигающая барабан на ствол. Обе эти детали выдвинуты, пока нажат спуск. При стрельбе самовзводом все происходит точно так же. Для разборки револьвера необходимо шомпол повернуть и вытянуть его. Затем повернуть шомпол вокруг ствола на шомпальной трубке. При этом необходимо совместить риски на стволе и шомпальной трубке. Если так не сделать, то специальный выступ на шомпальной трубке, будет препятствовать выходу оси барабана. Это сделано, чтобы ось барабана не потерялась при перезаряжении револьвера. После чего ось барабана извлекается. Затем извлекается и сам барабан. Барабан. Самая интересная деталь револьвера Наган. В торцевой части барабана имеются специальные углубления выточки для выхода концов патронных гильз. Эти два боевые патрона вставлены для наглядности. Концы патронных гильз выступают на длину 2,5-3 миллиметра. Барабан. Барабан отжимается назад под пружиненной втулкой. Для разборки втулку барабана необходимо повернуть до ее выхода. Она выходит вместе с закрепленной на ней пружиной. Вы видите барабан, втулку барабана и пружину барабана. Разворот барабана с казенной части. Возле оси вы видите зубья храпового колеса, упираясь в которые зуб храповика вращает барабан. Для доступа к ударному спусковому механизму необходимо вывинтить соединительный винт. Затем отсоединяется боковая крышка. Взаимодействие деталей ударно-спускового механизма при предварительном взведении курка. Пуф. 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 Взаимодействие деталей при работе самовзводом. Предохранительный механизм револьвера Наган по-своему уникален. Курок с бойком могут дотянуться до капсуля только при нажатом спуске. При отпущенном спуске курок не может продвинуться вперед. Для наглядности это представлено на разобранном револьвере. Боек может выйти из казенника только при нажатом спуске. Продолжение следует... При отпущенном спуске все заблокировано. Этим достигается полное предохранение револьвера от самопроизвольных выстрелов при падении на курок. Патроны к револьверу Наган представлены в разрезе. Слева боевой патрон с оболочечной пулей. Оболочка пуль из мягкой стали, блокированной тампаком. Справа спортивный патрон со свинцовой безоболочечной пулей. Так выглядит револьвер после стрельбы. Гильзы раздуты и закопчены. Для перезаряжения револьвера необходимо удалить стреляные гильзы. Это делается шомполом. Он поворачивается на шомпальной трубке. Шомполом выталкивают стреляные гильзы. У незаржавевшего и ухоженного револьвера стреляные гильзы выходят легко. Пригоревшие гильзы выталкиваются с приложением силы. Длины шомпола для этого хватает. После чего шомпол устанавливается на место. вытягивается во всю длину, поворачивается на шомпальной трубке, вставляется в свое гнездо и поворачивается. Для постановки на хранение дверца барабана всегда закрывается. хранение бана. Пригоревле. Пока где. В transmitwright muscle幅, переулкали, Продолжение следует...